шален влог как у вас дела здорово короче почему я сейчас включил вообще камеру знаете почитал сейчас ваши комментарии под видео про кафешку в яфу в которую я хожу и знаете это очень показательно вот постоянно куча догадок почему типа кто-то пишет что я могу себе позволить какую-нибудь кафешку другую лучше и так далее кто там кто-то пишет что я туда зашел не по нужде а то что я просто инспектирую или какие-то такие вот мысли я не знаю откуда вы все это берете это реально как ваши догадки насчет украины которые сейчас я может быть немножко вернусь к этому это все полная фигня я вам скажу знаете на самом деле даже эти люди которые это пишут они потом и им не нужны какие-то там доказательства что такое они просто хотят так думать в этот момент времени если же я там какой-то другую мысль другое оправдание не скажут а ну понятно чё понятно как это помнишь массе есть такой голос у этого обзорщика да понятно день чё там аленка бегает почему я зашел в эту кафешку вот вот просто чтобы вам как бы сказать что домыслы выеденного яйца не стоит в каких-то случаях это кафешка действительно мне нужно потому что как вы знаете я работаю в районе яфу и там ограниченное количество мест где я могу покушать я очень часто беру еду с собой потому что алена прекрасно как вы знаете готовит и дает мне с собой покушать это самое лучшее что может быть но иногда или не успела или там что-то заболела или что-то еще как были или ну короче говорят иногда бывает провалы у меня в поставках алениной еды тогда мне нужно выйти как бы и полазить по району и что-нибудь найти себе на обед основная часть скажем 90 процентов мест в яфу это туристические места они рассчитаны абсолютно туристические меню и на туристические цены поэтому понятно что я не хочу себе брать у нас скажем там мне никто не оплачивает еду я не хочу себе брать еду там за не знаю за 60 шекелей за 80 шекелей за 90 шекелей я конечно же могу себе это позволить но я не хочу потому что это не какой-то это не выход в ресторан я просто нет я даже не должен там сидеть я не сижу там есть несколько мест которые в яфу делаю тейк-ауэй а мы просто приходим там с ребятами или я сам мы берем еду и все и уходим оттуда и и она ну типа да но не стоит этих денег то есть меня сейчас например в закинга ям который по соседству с этим местом меня невозможно туда затащить даже с туристами потому что я за годы которые я там скажем нахожусь я ну я я вижу их кухню изнутри то есть знаете в разные места в разное время ты приходишь видишь не там кухня немножко приоткрыта как бы так и ты замечаешь там столько разных вещей что я просто не понимаю где сам без санэпидемстанция там где она вообще то есть почему я туда никто не приглашает или она не приходит я не понимаю там такие вообще ужасы творятся вы бы я просто я просто не могу вам об этом рассказать потому что у меня этого подтверждения видео потому что снимать там я сколько раз не пытался я не могу это снять арабы там очень настороженно относятся к камере даже к самой маленькой даже если телефон достанешь это снимать я не могу это заснять я много раз пытался честно вам скажу потому что то что происходит закинга я скажем так я там все равно я беру там take away мы закрываю на это глаза и у них это все в норме как бы да они это они это позиционируют как все окей то есть они даже когда тебе собирают твой take away заказ это в обычный пакетик не брензированный просто обычный пакетик пластиковый в него они значит берут хамгаши то что называется такая она из алюминия вот такой поддончик в него тебе набирают сверху картоночку загибают края окей далее и дают тебе сокум то что называется это столовый набор он пластмассовый вот и они у них нет запечатанного его когда они дают на вынос еду и у них просто такой большой стакан стоит и там впихнуты ложки и вилки вилки чтобы больше влазила у них верхом зубьями вверх они работают все без перчаток там то есть что такое перчатки они просто не слышали ни один человек там на кухне не работает перчатках насколько я сейчас знаю да мы сейчас знаем например от димы и суши маркета что в перчатках запрещено работать в перчатках которых есть латекс потому что наш минздрав прекрасный откуда-то взял какую-то статистику что есть люди с латексной аллергией и поэтому может кусочек латекса попасть я короче не знаю как по мне полная бредятина почему во всем мире это нормально тут нет то есть короче можно использовать перчатки но если они без латексные а они типа другие они дороже и так далее и поэтому минздрав разрешает не использовать перчатки в израиле на кухне но при этом есть текен то есть правило как бы до которая говорит что нужно мыть руки вот я не помню то ли каждые полчаса то ли после но там большой свод правил на эту тему ну как макдональдс и примерно та же история ты дотронулся до лица я буду ты должен помыть руки даже тогда ну то есть вот есть какой-то свод правил что там дотронулся до себя до одежды и так далее ты все должен быть руки мы понимаем что никто этого не будет делать и уж тем более не в израиль не на израильской кухне а уж тем более простите меня арабы если посмотрят то и вы мне слышит такой русский араб сидит такой вот ты сволочь до шалю короче и тем более на арабских кухнях это сто процентов исключено просто чтобы это делали то есть они просто они салаты когда берут я вам сейчас покажу секундочку значит так сначала показываю на вилке смотрите вот у них вилка вот так вот торчит в стакане они берут ее кладя кладут тебе в пакет берут за зубья всегда всегда ни разу я там был сотни раз ребят сотни раз ни разу не было чтобы не брали за зубья обычными руками вот второе я этими вилками не пользуюсь я потом на работе беру вилки одноразовые тоже но уже те которые у нас там лежат вы скажете те вилки могут брать на фабрике когда их делали и так далее все может быть я это тоже не исключаю но по крайней мере передо мной никакой простите грязный араб а я говорю грязный араб не в плане как бы национальности а в плане определения человек грязный человек почему грязный потому что у них вот такие вот есть фартухи или футболки брендированные в закен ваям закен ваям это старик и море те кто не понимают иврита у них брендированные футболки черные и они просто все вот заляпанные полностью они так работают целый день в этих заляпанных футболках а есть люди которые там видимо не достается этих футболок и они ходят просто в обычной одежде они пришли на работу как эти разносчики до милицарим и они ходят в обычной одежде это вообще то есть вообще капец и второе значит вот так вот у них выглядят такие ложки плашки как это называется в которой они набирают салаты те люди которые сидят в ресторане они не видят этого они как бы не не доходят до кухни так как я там жду тейк-ауэй и часто тусуюсь возле кухни значит это плашка они набирают эти знаете кучу салатов вам набирают от которых потом все туристы прутся как много салатов мы это не заказывали а им говорят это бесплатно а я такие вау бесплатно это всех повергает шок потому что эти салаты нон-стоп их можно рефреш делать и так далее я вам объясню значит вот значит плашка эта плашка берется у них всегда вот так вот так без исключений знаете почему потому что им так удобнее брать эти плашки они вот так берут берут половник такой вот такую большую ложку и ляпают туда вот этот салат одним взмахом ляп 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 как в столовой типа они берут каждую эту плашку вот так вот каждый раз большой палец вот этого человека находится в этом салате ни разу я не видел чтобы было иначе это второй момент третий момент смотрите значит прав разжена целую плашки ляп 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 салаты эти они каждый раз несколько разного вкуса знаете почему потому что они в него постоянно добавляют уксус да они мешают во первых разные а во вторых они они очень сильно меняют концентрацию уксуса а знаете зачем вот вот скажите мне давайте подумайте сейчас 5 сек я вам и говорю но три-четыре давайте я вам скажу потому что она все у них хранится она все уже готовое нарезаны они на месте этого не делают это у них заготовки а что у них за салаты у них например салат бейтим да это яичный салат который вот перемеленный просто вот в кашу и там за счет с какими-то специями у них авокадо до который просто тоже такое как гуакамоле такое в кашу перемолотая у них есть салат катсус тоже называется да вот и овощи очень мелко-мелко нарезают и там там добавлять какой-то к ним масло маслицы чуть-чуть и все это очень сильно кислое и это кислинка она постоянно разная именно потому что они когда чувствуют что у них вот это вот тем она например не продалась и им нужно это сохранить они его заливают заново вот этим вот уксусом дальше и так как сама по себе даже арабская кухня и еврейская кухня она с изрядной долей кислинки и так идет то очень часто любят а харив то есть это острая и б кислинку вот эту вот которую часто добавляют лимоном по хорошему это нужно добавлять лимоном хорошее блюдо да но здесь нет лимона здесь они просто это заливают вот так вот вот яблочным или обычным уксусом сверху вот и добавляют также и харив там где-то ну там где-то нужен например салат бойцы нет харива поэтому ты его туда априори не добавишь вот так вот вот это вот кухня которая изнутри вот в этом заведении и я могу себе скажем позволить сесть там покушать рыбу за 120 шекелей да вот с этими салатами но конечно я не хочу конечно я не хочу и конечно когда в повседневности мне нужно просто взять с собой еду если вы не знали тейковые у них стоит салаты если ты берешь то просто 20 шекелей с мясом там не рыба мы не берем тейковые рыбу мы берем паргит это курица до мясо бедрышка курицы мы берем там иногда кебабы их там мало буквально это буквально однако бабина будет мы берем там иногда шницель такой зажаренный у них даже есть свой гамбургер очень редко очень редко берем его это стоит 35 шекелей 35 шекелей у тебя будет салаты два салата в таких вот плашках у тебя будет мясо с рисом или мясо с картошкой риса больше картошки почему-то они кладут меньше и плюс лафа это вот такая вот большая типа лаваш такой большой плоский покажись покажись унка покажись ребятам вот им это стоит 35 шекелей поэтому это стоит того и несмотря на все это я беру и так насчет того заведения в котором я был заведение love it вы все его там знаете те кто писали и почему я там потому что там есть салаты потому что там есть более или менее нормальные свежие типов как бы свежие салаты потому что я тоже вижу у них открытую кухню там тоже все ужасно но там меньше людей на кухне работает и как бы больше зависит просто конкретного одного человека который сейчас вот на смене разные там были у меня случаи там постоянно меняется народ этот филиал ужасен и реально на них тоже нет никакого никакой санэпидем станции ничего проверок я не понимаю как они вообще открыты до сих пор но это абсолютно туристическое место если вы посмотрите контингент который туда приходит это туристы 80 процентов и 20 процентов это люди которые там работают в районе яфу вернее в самом старом яфу и все эти места ну нет вернее в лавите есть даже скидка для рабочих порта то есть для для всех кто типа работает в округе и все поэтому мы там берем мы там берем по скидочке поэтому нам это выгодно тот же самый такой огромный большой действительно салат курица из авокадо с нарезанными овощами будет там очень много хасы вот такой стоит такой салат салат то что называется листья такие и картошечки туда немножко еще делают вот такой вот печеный это все в одном этом будет плюс рот и в сверху то есть соус какой-то плюс пол хлебца такого дают это тоже будет стоить 35 шекелей что безумно дешево для израиля и такого больше нигде не найти есть еще буквально одно тире два места в которые там можно что-то кушать в яфу все все остальное позакрывалась уехала или или дико дорого как бы так чтобы на повседневку кушать поэтому я и говорю что я очень специфическое место и для туристов и для людей которые там постоянно тусуются так как вы видимо в основном там туристы то я вам могу больше рассказать про какую-то не знаю подноготную яфу которую я вижу ежедневно вот но так как у меня нет как бы какие-то физических доказательств я просто иногда говорю об этом вот проходя мимо этих ангаров и и говорю то что то что я вижу то так теперь момент про украину да все очень любят в комментариях там те кто не из украины все очень любят строить свои невероятные очень самые главные догадки про украину главное знание знания свои проявлять как из украины бегут как вообще скоро там никого не останется скоро там народ весь короче будет друг друга ноги будет друг друга резать и и жрать их понимаете вот 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 украину довели то вот куда довели и и все короче обычно об этом размышляют люди которые знаете в украине а или были там 20-30 лет назад и или бы не были там никогда вот вот как ни странно вот именно от этих людей обычно исходят все вот эти вот за страшилки почему-то люди которые живут непосредственно в украине они пишут обратные вещи но их никто не слушает им никто не верит типа никто не верит этому вы понимаете то есть почему-то человеку который живет уже там уйнадцать лет в израиле намного виднее как живут в украине разные люди на разных до зарплатах на разных там опасно как это сказать разного достатка вот вот всем в израиле виднее вот я уже не раз говорил что действительно из украины в основном в израиль едут люди которые из россии из украины неважно сейчас как бы по по сионистским соображениям вы же знаете сами что едут но крайне немного людей вообще в мире сюда едут израилю приходится делать какие-то невероятные усилия вот бы расследование там на каком-то англоязычном сайте о том что сахнут учим пытается как бы и министерство абсорбции пытается завлекать людей но все их планы они как бы горят потому что люди сюда как бы не особо едут по их планам понятное дело всем этим огромным организациям надо оправдывать свое существование надо постоянно работать постоянно это это происходит в любой большой организации вы понимаете если бы я не работал в больших каких-то фирмах я бы там не знаю строил бы догадки и там происходит все то же самое это знаете называется плановая экономика то есть реально такой совок совок внутри какой-то организации вот и все они запланировали вот столько а реальность она вот вот на вот столько но им нужно вот такой вот план дать потому что потому что потому что денег никто не даст потом даже приехав в украину на маленькую туристическую поездку крайне сложно составить свое впечатление о реальной ситуации экономической реальной ситуации жизни людей так как и в израиль люди приезжают на тур поездку абсолютно уезжают отсюда без понятия как здесь живут реально люди вот и все потому что а люди живут по-разному б потому что реально жизненно другая вот и все поэтому те кому нравится тешить себя какими-то мыслями что везде ужасно кроме как здесь знаете просто я не буду вас ни чем разубеждать я просто вам скажу что ваши измышления по поводу жизни в украине они на мой взгляд такие же как мои например по поводу венесуэлы я слышал кое-что о венесуэле в основном из сериала вот вчера мы смотрели как как называется новый сериал ну джек райан да вот джек райан сейчас сериал мы смотрели первый сезон сейчас 2 это сериал который знаете вот помните фильмы про джеймса джеймс борн да не бонд а джейсон борн вот тоже шпионские фильмы с мэттом дэймоном я надеюсь я правильно фамилии произношу у меня плохая у меня плохая память на голливудские фамилии вот сейчас например я слышал некоторую информацию о венесуэле из сериала шпионского нового вот я теперь тоже могу рассказывать как венесуэле живут и как вообще туда плохо ездить как там люди плохо живут и так далее вот ваши измышления по поводу украины они мне окажутся примерно такими же как мои по поводу венесуэлы в конце концов я не буду вас переубеждать ни в чем потому что каждый человек из моих видео или других видео вычленяет только конкретно то что ему хочется то что хочется реально вы видите то что вам хочется и потом об этом как бы вот подтверждаете самого себя я уже об этом не раз говорил так что все thank you very much и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»!